9 признаков нищеброда. Кто же такой на самом деле нищеброд? И кто им точно не является? Если мужчина не ездит на премиум машине, если мужчина нет в списке Forbes, если мужчина не носит дорогие часы, бизнес его ограбили, закрыли, убили. Тебе от меня нужны только деньги, ты корыстная. А вот мне это не нравится, да, а вот так не делай. Еда невкусная, борщ невкусный. Ты жирная свинья, да, ты растолтела. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях. И прямо сейчас мы разберем эту животрепещущую тему. Мы постараемся выяснить, кто же такой на самом деле нищеброд и кто им точно не является. И знаете, некоторые думают, что нищеброд – это про количество денег. Вот если мужчина не зарабатывает баснословные деньги, если мужчина не ездит на премиум машине, если мужчина нет в списке Forbes, если мужчина не носит дорогие часы, если он не дарит каждый день своей женщине, своей жене или девушке супер подарки, значит все, ставь на нем крест, он нищеброд. На самом деле я хочу донести, что нищебродство – это не про количество денег. Это вообще не про деньги на самом деле, если смотреть суть. В моем понимании, мое мнение, мое убеждение, что деньги, количество денег – это отражение содержания. И прямо сейчас мы будем перечислять эти 9 важнейших пунктов. Кстати, более подробно, кто же такой нищеброд, кто же такой нормальный мужчина, как взаимодействовать с такими мужчинами, как привлекать достойных мужчин, как из нищеброда сделать нормальным, или возможно ли это в принципе, или в вашем случае это невозможно. Прямо сейчас под видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция», где мы это будем разбирать подробно на бесплатном онлайн-курсе. Прямо сейчас под видео кликай и успей записаться. Итак, первый пункт – это обвинение, это мастер обвинения, это тот человек, тот мужчина, который в своих неудачах, в своих бедах, в своем каком-то неблагополучии обвиняет кого-то – президента, погоду, начальника, или может быть он руководитель, и это подчиненные виноваты в том, что он не вырос в карьере, или это сотрудники постоянно виноваты в том, что его бизнес убыточный, или в том, что он закрыл бизнес, или в том, что его бизнес не растет. Или же классика – бывшая виновата в том, что его не вдохновляла. И поэтому он на свидании рассказывает красивую историю, как он ищет другую жену, женщину, которая его будет вдохновлять. Кстати, нищеброды, те мужчины, которые на свиданиях или в общении с тобой, женщинами, они обвиняют бывших, оскорбляют бывших. Пожалуйста, я рекомендую насторожиться или насторожиться, как правильно это говорится, напишите в комментариях, и обходи таких мужчин стороной. Следующий пункт – это ограничение. То есть это в целом некая ограниченность, некие рамки, да, которые говорят, что вот так можно, а так нельзя. Вот, например, большие деньги заработать честным трудом невозможно. Или хорошие деньги можно только воровать, или хорошие деньги зарабатывают только сыновья богатых родителей, или те, кого есть связи, или тем, кому повезло. То есть, по сути, если представить, это некий образ, да, это коробочка, такая небольшая коробочка, выше которой человек не вылазит в своем мышлении. И это тоже один из признаков нищеброда. Потому что в моем понимании не нищеброд – это тот, кто понимает, да, может быть, сегодняшние мои результаты невыдающиеся. Да, возможно, сегодняшние мои результаты средние или низкие. Но я, как минимум, хотя бы понимаю, что все реально возможно. Можно ездить на хорошей машине, можно, чтобы дети учились в хорошей школе или в хорошем университете. Можно сделать так, чтобы жена была счастлива. Реально быть счастливым, независимо от президента, депутатов. Не нравится страна – пожалуйста, поедь в другую страну. Нормальный мужчина, он не мыслит ограничениями. Как минимум, он понимает, что все возможно. И не просто на словах, но и в целом он в это верит и это понимает. Следующий пункт – это сожаление. Это когда мужчина, знаете, такой архаичный, архивный мужчина. У него архивные воспоминания о том, как раньше жилось хорошо. О том, как раньше, вот в СССР, вот до прихода интернета, вот когда-то не было инстаграма, а в СССР мороженое было по 3 копейки. А вот когда-то они либо вспоминают какое-то прошлое, либо часто сожалеют о неправильно принятом решении. Вот лучше бы я тогда не начинал бизнес, и тогда бы. Вот лучше тогда я бы купил бы доллары на все деньги. И сейчас бы. То есть, по факту, сожаление – это штука, которая отнимает большое количество энергии. Почему? Потому что на прошлое мы никак не можем повлиять. Абсолютно невозможно. Прошлое можно только лишь принять, согласиться с ним и двигаться дальше. Но мужчины-нищевроды, они любят обсуждать прошлое, обсасывать это, обсуждать с разных углов, вспоминать о том, как было сладко раньше, питаться какими-то теплыми воспоминаниями о прошлом. Следующий пункт – это нытье и жалобы. Это тот человек, который регулярно или постоянно ноет и жалуется, как все сложно, как все плохо, как все невозможно. Вообще, в целом, у этого человека такой негативный окрас, такой вот постоянно то ли на свидании он ноет, как все плохо, да, и какие люди плохие, какой мир несправедливый, какой мир нечестный или какой-то человек. Или же, если это жена, он дома приходит, ноет и жалуется. Следующий пункт – это в целом пропитка негативом. То есть эти мужчины-любители читать новости, особенно, конечно же, новости, они больше чем связаны с негативом. Оттуда питаться эмоциями, обсуждать это, верить этим новостям, находить свою правоту в этих новостях, особенно новости там, где богатого мужчину или успешного мужчину бизнес его ограбили, закрыли, убили, и он с помощью этих негативных новостей ищет подпитку своей правоты. Эти негативные новости он обсуждает, пересказывает, репостит, лайкает, и в целом погружен в эту ауру негатива, ищет подтверждение своим словам, своему мнению, своим убеждениям, что в целом очень все сложно, невозможно. И вот вам, пожалуйста, подтверждение этому в новостях. Следующий пункт – это мужчина нуждается в женских деньгах. Так, вдумайтесь в эту фразу – мужчина нуждается в женских деньгах. По сути, это тот человек, который вообще не может представить, как это возможно, чтобы женщина, жена не приносила, не участвовала в семейном бюджете. Как это так, чтобы она там не приносила половину суммы, 30%, 20%. Это ладно еще, если там половину, 30% или 20%, а есть мужчины, которые искренне считают, что если ему плохо, если у него депрессия, если он ищет себя, если уволили с работы или он потерял бизнес, значит, настало какое-то время женщины приносить деньги, пока он временно там ищет себя. Это все бред. Я считаю, что функция мужчины зарабатывать деньги. Это не обязательно значит, что женщина должна лежать на диване, тупеть, не развиваться, не увлекаться. Это значит ровно одно. Нормальный мужчина не нуждается в женских деньгах. Нормальный мужчина не ищет женщину, чтобы она приносила часть денег. Нормальный мужчина мыслит по-другому. И знаете, вот эта нищебродская манипуляция? Когда у женщины появляется, она наконец-то осмеливается озвучить свои желания материальные, озвучивать свои материальные хотелки. И это, поверьте, не обязательно там даже айфон. Это вообще не обязательно даже как хотелка в виде дорогой машины. Обычно это даже мелкие хотелки в смысле, там, в стиле салона красоты, спа, может быть, какого-то платья. И знаете, самая топовая нищебродская манипуляция? Тебе от меня нужны только деньги, ты корыстная. Вот запишите это себе и запомните на всю жизнь. Это самая популярная нищебродская манипуляция. И часть из вас, дорогие мои, на это, к сожалению, ведетесь. Я не считаю, что это плохо, когда я вслух озвучиваю свои желания. Когда я вслух озвучиваю свои хотелки. Когда я вслух об этом говорю, при этом не требуя, не обвиняя и не оскорбляя. И если в ответ мне на это говорят, что ты какой-то плохой человек, потому что ты озвучил свои желания и хотелки. Простите, но это манипуляция, которую вы должны видеть за километр. Следующий пункт, это критика. Когда он критикует, он даже может это сводиться к оскорблениям. Или там, а вот мне это не нравится, да, а вот так не делай. Это еще мягкая форма, а бывает вообще грубое оскорбление. И знаете, когда критика, это ужасно, особенно ужасно. Когда он не предлагает решений. Когда мужчина критикует, и при этом, смотри, он может сказать, слушай, дорогая, ну как бы ты набрала лишний вес, я понимаю, ты там рожала. Давай как-то организуем твое время. Может быть, я тебе приведу тренеров, чтобы ты вкусно, правильно питалась, спорт. И чтобы ты была еще красивее. И чтобы мы вместе, наши отношения были еще лучше. Ты прости, если я тебя как-нибудь, может быть, обидел. Наоборот, я тебе говорю, потому что я тебя люблю и хочу, чтобы мы развивались, наши отношения развивались. Это представили вариант, да? Или когда я говорю, ты жирная, ты жирная свинья. Да, ты растолстела. И не предлагаешь, еда невкусная, борщ невкусный. И он недовольный, идет там куда-то в свою комнату на диван ложится. Или он говорит, дорогая, борщи как-то что-то сегодня с борщиком произошло. Может быть, давай как-то там наймем, не знаю, может быть, как-то время тебе больше освободить на это, чтобы у тебя было больше времени научиться готовить вкусный борщик. Может быть, повара уроки взять, может быть... Понимаете, я считаю, что критика это плохо. Но бывает такое, что когда сложно подобрать какие-то слова, кроме критики, такое, наверное, бывает. Но при этом, если мужчина критикует и считает, что он должен предлагать какое-то решение, должен предлагать какую-то помощь, должен предлагать, обустроить как-то возможность, чтобы какая-то женская, так сказать, ошибка или несовершенство не повторялась или исправилась в лучшую сторону. Согласны? Поделитесь в комментариях. И зачем, в принципе, мужчины критикуют? Чтобы первый вариант – подавить морально, чтобы задавить. Либо же второй вариант – чтобы вызвать чувство вины, чтобы ты почувствовала себя виноватой и чтобы тобой можно было и дальше управлять и вешать лапшу на уши. А следующий пункт – это кормление обещаниями. Это когда вроде бы ты разговариваешь с мужчиной, вроде бы ты как бы выясняешь отношения и вроде бы какие-то сподвижки происходят. Тебе кажется, ну вот, вроде бы он начал меняться, вот вроде бы на чуть-чуть он стал там нормальным. Но ты, если в глубине души, ты понимаешь, что на самом деле глобальных-то изменений нет. То есть он как бы для виду что-то меняется, как-то для виду шерохнулся там в течение недели. Но глобальных изменений нет. И это один из признаков также нищеброда. Это когда нет конкретных глобальных изменений. Есть только обещания кормлениями, завтраками. Вот фраза «Ну ты же сама все понимаешь». Это что? Ну да, понимаю. Это провокация на жалость. Кстати, это и был крайний пункт в этом сегодняшнем нашем видео. Это провокация на жалость. Это тоже один из приемов нищебродов. И если в тебе, как в женщине, есть жалость, ты на это будешь вестись. Ну ты же сама все понимаешь, сейчас особое время, сейчас сложно, сейчас нереально. Ну ты же сама вот видела новости, вот почитай эту статью. Провокация на жалость. Жалость равно не верю. Если я верю в человека, я не буду его жалеть. Но то, что я не жалею человека, это не значит, что я плохо к нему отношусь или его не люблю. И я считаю, что если ты как женщина, например, действительно любишь мужчину и хочешь, чтобы он преуспевал, тогда жалости там не место. Если он говорит, да, ну ты же сама все понимаешь, сейчас особое время, ты говоришь, да, я понимаю. Но, дорогой, я не готова к тому, чтобы бесконечно ждать и надеяться. Давай договоримся, давай конкретно обсудим сроки, пункты. И также посоветуй мне, чем я могу быть тебе полезна как женщина, помочь в твоем успехе и результатах. Но помочь как женщина. Об этом, я думаю, мы запишем как-нибудь отдельное видео. Если наше видео было для тебя полезно, прямо сейчас немедленно поставь лайк. Прямо сейчас немедленно подпишись на канал. И прямо сейчас немедленно в комментариях напиши твое мнение, какие еще признаки нищебродов ты знаешь. И также поделись, насколько полезно было для тебя это видео. Спасибо, что досмотрел до конца. И до встречи в следующих видео. Пока.